ну что привет доброе утро мы уже проснулись идем на завтрак тут у нас коридор такой полумрак ресторан для завтрака находится на первом этаже там где мы поселились сейчас покажу вам какой ресторан вот ресторан за стеклом вот столы да люди уже завтракают причем сейчас да сейчас еще раненько 8 утра но уже идет все своим ходом у нас девушка любезно посадила провела на столик и теперь идем смотреть что же тут у нас на завтрак до начинается все традиционно хлопья сухопруда и выпечки йогуртов вот зерновые колоссальчики есть сладости масло филадельфия пармиджано сыр пармиджано сыр вот тут уже несколько видов а ты что хочешь может омлетик вот ветчина давай сейчас я набрала фруктов вот тарелочку с фруктами я набрала фруктов вот тарелочку с фруктами а вот смотри смотри тут вафли есть бельгийские нет нет бельгийские вафли вон это панкейки я и яйца и наверное я их не станет может покушать что-то такое нормально в общем вот такие вот завтраки не обильно ну в принципе все есть ну что вам скажу тут прям как настоящие завтраки тут наливают шампанское вино на барной стойке причем люди заказывают подошла к нам сейчас барышня по поводу напитков то есть чай вода и так далее обычные сроки и заводила без выходят столь из завтрака а фреш апельсиновый стоит 5 евро в принципе все вкусно смотрите тут еще на столе такие стоят такие вот подставочки с джемом горчицы и майонезом ну вот смотрите взяли вафли как выглядят да еще и кетчуп ну в принципе вот мои фрукты йогурт взяли подают все то есть сам не берешь как как везде сейчас ну так ну что и сегодня наше первое путешествие в милане начинается с музея леонардо да винчи здесь за галереей мануила как можно сказать что она прям находится в галерее только немножко уже на выходе есть музей леонардо да винчи билет стоит 12 евро вот мы идем сейчас покупать на взрослого на ребенка стоит 9 евро от 7 лет сейчас вот мы купим билеты и пойдем музей так интересно ну вот мы в музее старик смотрите какие работы тут нельзя трогать модели кстати что хотел сказать при входе в музей проверяют грин пасса то есть мы дали свои сертификаты они отсканировали и только после этого на спустили и только что мы пили в кафе кофе тоже проверили у нас грин пасса то есть внутри когда пьешь ну заходишь во внутрь ресторана то видите проверяют таки сканирует ничего себе это он такой этот дельтаплан смотри соорудил 1485 год 749 грамм прикол в общем такой музей тут написано на итальянском и на английском наверно пока не не увидела английского анюта вот смотрите двигает двигается так тут можно за 22 крыла видишь но это надо да тогда будет двигаться а здесь можно кстати нажимать на экранчике вот смотри вот тут экранчики как он что сделал да и второй флайн-машин вот это леонардо да винчи был творческий до человек полгода видите тут ничего себе вот это неординарная личность мы же как-то никогда не ходили по таким музеям и никогда не видели такого сляж леонардо да винчи это все придумал это неинтересно по мне ну и и вы и и и вот стенд написано леонардос лайф и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ой. Ну что скажу по поводу музея Леонардо да Винчи. Очень классный музей, очень впечатляют его работы. То, что мы видели, это была копия Тайной Вечери. То есть сама фреска, она находится в монастыре Санта-Мария. Туда нужно покупать заранее билеты. Честно, я пересмотрела, перелопатила весь гугл, все сайты. Самое ближайшее, что можно было купить, то, что мне попадалось, это через 4 дня. То есть мы бы могли туда попасть. Но этих 4 дней у нас нет в Милане, мы уже улетим из Италии. Вот, поэтому мы посмотрели на копию Тайной Вечери. Очень красивая, очень работа такая стоящая, которую стоит посмотреть. Поэтому, если вы будете планировать прилетать в Милан и хотите посмотреть именно фреску, то нужно заранее, да, заранее покупать билеты. Лучше еще это делать дома, чтобы уже сюда приехать и посмотреть. Ну вот так мы идем дальше. Хотим сегодня попасть в Миланский собор, посмотреть изнутри. Очень интересно. Нам тоже рекомендовали его посмотреть. Поэтому сейчас пойдем, разузнаем, что там со входом, платный, бесплатный. Работа там, кстати, до 18. Мы вчера вечером просто хотели зайти, а он уже не работал. Это мы зашли в торговый центр. Забыла, как называется, мы сейчас выйдем, я скажу. Получается, мы поднялись на самый верх. Это, наверное, какой-то шестой этаж или седьмой, мы не считали. И вот получается, здесь есть терраса, видите, с каким видом. Здесь есть, а нет, уходи, тут курят. Есть вот ресторанчик, места, но здесь все занято, забронировано, и нужно стоять в очереди. Но здесь можно выпить кофе с видом на собор. Вот что тут творится. Тут очень много людей. Все хотят посидеть, выпить кофе с красивым видом. Здесь на самом высоком этаже рестораны. На последнем этаже, вернее. Рестораны. Открывается шампанское, продаются сладости. Вау, сумка Louis Vuitton. Вау, ничего себе. 35 евро стоит такая сумка. Да, смотрите, шоколадное все. И даже помадки шоколадные по 5 евро. Вот здесь вот такая зона. Кофе. Вот сейчас мы тут попьем кофе. Вот тут кофе, я думаю, будем пить. Вот здесь кофе попьем, да? И вот мы посидим. Мы устали, находились. Вот, смотрите, марципан. Такие фруктики. Все такое красивое, вкусное. Да. Понятно. И конфетки. Пойдем. Ну что, у нас очередной гастрономический перекусик. Мы сели сегодня поужинать. Сели мы поужинать опять в галерее Эммануила. Не знаю, мы тут просто крутимся. Все вокруг Миланского собора и этой галереи. То есть мы идем и все равно возвращаемся сюда. И здесь просто в чем вопрос? Мы нашли Анюте не пасту и не пиццу. Нашли лосось и картошечку пюре. И решили здесь остановиться. Потому что больше нигде как-то я не встретила такого блюда. Да. И ждем наше блюдо. Так, принесли. Да? Это Цезарь по-милански. Мы так решили. Вот курица такая жареная в панировке. А Анюте принесли вот. Таданс. Наконец-то. Что-то не из макарон и не из пиццы. Да? А еще знаете, что мы делаем? Мы наливаем сюда оливковое масло. Макаем хлебушек. И это очень вкусно. Очень вкусно. Да? Ну и, конечно же, десерт. Как же без десертов в Италии? В Италии очень вкусные десерты. Все, что не возьмешь, все вкусное. Да, Анют? Желе. Желе? Очень красивое. Варенье. Джем, наверное, скорее всего, да? Джем, да. Ну да, такая вкусняшка. Ну? Все, на этой красивой ноте заканчиваем сегодняшний день. Всем пока. Пока.